Мы говорим о 7 лет, это не говорит о том, что все будут договоры продлеваться. Те павильоны, которые на сегодняшний день стоят с нарушением, эти договоры продлятся не будут. А можно пояснить, а что значит с нарушением? Вы несколько раз эту фразу повторили, с нарушением. Если администрация обнаружила нарушение, но это везде так действует, вы должны выписать какое-то предписание, дать предпринимателю время на устранение этого нарушения, но это везде существует, а вы категорически, говорится, отправляться и не будут. Какие нарушения? Мы предписание даем, мы предписание даем на устранение, если это возможно сделать. Если это невозможно сделать, то мы даем, как сказать, да, перемотать. Если можно сказать, если павильон стоит там, значит он уже был там с нарушениями. Да, это дело как раз. А можно, можно еще я сама это откажу? У нас большая сеть, семья города, то есть век, век это, да. И мы буквально в 18-м году начали реконструировать свои торговые точки. Это были ловечки. И как бы то руководство говорило, мы за чистый город, за то, чтобы не было никаких, допустим, чтобы можно было в туалет сходить по такой точке, руки помыть, чтобы человек мог полностью хорошо, то есть там предлагали чай, кофе мы, вот. И все это было как раз в 18-м году, в 19-м. Мы начали строительство целой сети, сейчас их 13 павильонов на вход. И, значит, что получается? Сейчас 3 павильона у нас уже подсмотр. Нам дали в 20-м году, то есть, ну, мы все только построили. И сейчас 3 павильона у нас уже как-то можно, если только что дали место, и тут же, смотри, мы подвели коммуникации, же нервные сети, все сделали. Почему? Ну, ну, что там, что там? Охранный зону. Охранный зону. А кто видел? Я в прошлом году, в прошлом году, в августе месяце, мне вручили грамоту за то, что я построила столько павильонов. И буквально в октябре под снос. Ну, на самом деле, это, как сказать, один из самых, будем так говорить, предпринимателей, с которым можно брать пример. Я абсолютно, как бы с этим, наверное, согласен. Это именно та сеть павильонов, которые являются брендами, как бы вещи есть. Но та часть павильонов, которые стоят, к сожалению, и попадают в зону благоустройства, может, по-другому, к сожалению, поступить не может. Мы вам предлагали альтернативные места. Послушайте, мы пришли с альтернативным местом на втором микрорайоне. Нам просто, мы все оформили, мы быстро собрали. Нам его просто сразу же, нас даже на комиссию не пригласили. Нас вообще, ну, как сказать, с вами не разговаривают. Нас просто, ну, ни во что не ставят. Можно я даже скажу? Это производство, понимаете, которое создано, которое формит людей. Мы торгуем хлебом, хлебополочными, кондитерскими, печеньем, и все, нашего производства. Мы торгуем болочной продукцией, которую мы, на которой бы это ужурская. Ужурская, то есть сейчас на Кирово, которое по блогу строится, там люди собрали 500 подписей уже, что они останутся в кругом одни пивнушки. Им даже, извините, кумить свежую продукцию просто негде. Мне кажется, ну, это прямое какое-то нарушение председателя правительства. Это местный производитель. Ему вы должны помогать. Вы как администрация, вы должны за руку вводить. Вот у нас в Красноярске, я как пример рассказываю, чиновники, сотрудники администрации, мы уже с ними в хорошем диалоге, за руку вводим предпринимателей, говорят, вот место, посмотри, понравится, мы поможем тебе в покупку документов. Петер Ильич, я вот с вами совершенно согласна, когда вы вначале говорили о том, что иногда надо находить компромисс. Если невозможно, сдвигать их, искать альтернативные места. Ну, в принципе, что у нас сейчас и происходит. Я почти со всеми лично с вами общалась, с вами так же. Сказала, если вас не устраивают наши места, которые у нас есть, давайте, предлагайте своим. Мы рассмотрим, возможно, невозможно, переделимым, сделимым. Мы идем на компромисс всегда. Большинство отказываются, кто здесь находится, по одной причине. На Кирово, на Кирово. Можно я дальше продолжу? На Кирово, мы в охранной зоне, продажем, давайте вы послушаем. У них основная проблема претензии к администрации не в том, что мы их сносим, что мы их там, не знаю, рушим их бизнес, да, как они говорят. И проблема в том, что они отказываются переноситься на альтернативные места. А вы понимаете, это тем, что либо конструктивные особенности временного объезда, либо его техническое состояние, что очень часто бывает, невозможно, ну, перенести вот это дело. Он либо разрушится, либо он стоит там на фундаменте, то, что изначально говорилось. Мы ровно два года назад построили терминусы, построили, и сейчас мы подвели инженерные сети к ним, а это очень большие затраты. Мы еще рассчитываемся за это строительство. Кировая, которая зверила сейчас в ходе благоустройства, со всеми, лично я общаюсь, всех вызывали, всем предлагали, всем говорили. Мне нравятся эти альтернативные места. Ради Бога, вызывайте, рассмотрим другие. И с вами общалась, да. Вы сказали, что у вас техническое состояние вашего павильона не позволяет, не техническое, а просто не позволяет перенести. Предложили даже, какие-то материальные проблемы оказать помощь, с техникой переноса. Вы сказали, что вы мне покажете место и не показали. Вы мне категорично отказались, потому что заставили. Не правда. Я сказала, покажите мне... Ради Бога, приходите, мы еще раз с вами рассмотрим. Нет, вы мне сказали, что вы мне на месте покажете. Я еще не... Давайте мы опять... Давайте поутерпим. Я просто перепутываю. Нет, не... Так вот перепутываю. Мы даже сами предложили место, нам просто его зарезали полностью. Я не могу сказать, что вы все равно есть, я думаю... Ну, знаете, это единичная беседа ровно неделю назад, когда уже стоит эта проблема настолько остро, это вообще ни о чем в ростах. Мы не обещали ввести с альтернативными местами. А мы вот дождались вот этой встречи, чтобы здесь озвучить все, что вообще происходит. Два года построенные павильонами все было выполнено в тех требованиях, которые на нас поставили... Вы готовы? Конечно. Конечно. Это предыдущее, буквально год назад. Мы, знаете, в прошлом году получили грамоту, а теперь нас сносит. А почему сносит? Да, мы сносит. В смысле, в рамках благоустройства тут проведен анализ всех, которые находятся либо с нарушением против пожарных разрывов, если бы им согласовывали. А как можно было бы нарушение? По ним я не могу сказать, что там было два-три года назад, согласовывали. Я просто объясняю, как это сейчас происходит. А как можно было бы нарушение? Все, что надо на сайт дать по пожарным нормам. Я в правах лично говорю. Мне-то все спрашивали, какие нарушения мы являемся. Нарушения, в самом деле, очень много были. Они находятся установлены на том месте, захватывают чужой земельный участок. Были у нас и такие. либо нарушение на тротуарах. Есть у нас атакировая участка. А в тротуарах газона можно двигаться? Если это возможно технически. На Кирово у нас там фоншарка столб и всегда возможно можно площадь объекта изменить. Вот сейчас мы это отрабатываем как раз с Кирова. То есть они, вот мы согласовались с предпринимателями, они это делают. Либо это нарушение противопожарных, я сказала, либо нарушение ГОСТа по автомобильным дорогам. переброски, треугольники видимости, нарушение при установке на остановочных пунктах. А это правила все были доработаны в течение последних пары лет? Не, они были всегда. Почему? Мы говорим вам всем в ответах пишем одно и то же в рамках самоконтроля. В рамках самоконтроля. То, что было 20 лет назад, да, нельзя надеяться. Если 2 года назад человеку согласовали я не могу вам сказать лично по ней надо смотреть. Ну, смотрите, мы, наверное, мы сделаем протокол в итогах этого совещания и попросим администратор сбород Ачинска прямо по каждому павильону, который здесь присутствует, просто вот выехать на место и, соответственно, предложить какие-то варианты решения этого вопроса. Нет, вообще мы всем предлагаем, что в этой ситуации если мы находимся нарушения, только альтернативные места. Всем предлагаю. Если не нравятся те, которые есть в наличии, давайте предлагайте своему и посмотрим никому на этот кастрю. Подождите, вот вы опять говорите про нарушения. Вот вы меня извините, я уже это столько раз слышал от вас нарушения, нарушения. Я вас спрашиваю, какие нарушения? Я начала причитать. Вы не можете обосновать, вот даже предприниматель говорит, вы не можете обосновать какое было нарушение. Коммуникации провели, вы знаете, сколько коммуникаций стоит провести? Два года назад согласовали, у меня не переливайте, два года назад согласовали, а сегодня вы говорите, вы стоите с нарушением, ищите это альтернативное место. А вы не можете рассмотреть, чтобы там не было нарушения и продлить разрешение. Какое нарушение? Как я должна перенести сеть, которая находится под павильоном? Есть ли согласование? Есть ли согласование? Может размещаться? Вообще вопрос очень спорный, возможно размещение или нет. Вы, самая личная то, что можно это кончить? То, что возьмите за основу регламент, который действует в Красноярском районе. Мы уже неоднократно собирались, я говорила, изучить этот регламент не с точки зрения сети, а с точки зрения там указано, где возможно разрушение. 90% объектов по другим основаниям не соответствуют регламенту Красноярского района. Мы эти не берем, а мы взяли только то, что прямо заключено ГОСТами, СНИПами и тому подобное. А можно я вот, я вот, я вот, я второй раз приезжаю в Ачинск, я второй раз в Ачинск приезжаю, и я второй раз не слышу, чтобы администрация готова была на диалог с предпринимателями. Вы все время ищете причину, как не согласовать размещению объекта. Вот, если вы по-другому посмотрите на этот вопрос и будете искать варианты решения этого вопроса, тогда у вас будет диалог. А сегодня я вас слышу только, ну, не котик предпринимательный. Вы даже их не пригласили, а вызвали к себе в администрацию, чтобы договориться. Даже в словах у вас есть тонкий намер, на диалогах. Так толкуете. Мы неоднократно проводили встречи, все они были, все предприниматели. Вы уж поверьте, я не толкую. Я видел много сотрудников администрации, и я с ними вел диалог, вот Вячеслав Иванович здесь находится, и мы всегда договаривались. А когда сотрудник администрации не готов искать варианты решения проблемы, он и не найдет. У него будет только вопрос снести, убрать, демонтировать. Все. Мы 30 секунд назад перечислили все вещи, которые мы предлагаем предпринимателям, в том числе альтернативные места, сдвигаем, уменьшаем размеры. Мы об этом говорили сейчас. Вы коммуникации тоже перенесли к предпринимателю? Вот два года назад предприниматель подавил на коммуникации. Я примерно предполагаю, сколько это стоит. У нас есть предприниматели, которые по соглашению с тепловыми сетями за свой счет переносят сети для того, чтобы попасть в зону несанитарной. Те, кто хочет, работают. Я просила, сделала я павильон, на какую просили. Сделала. Вот оказалась теплосеть. Демонтаж. Я сказала, я за свой счет уберу по тему. Сказали нет. Исключили меня из плана города. И сейчас отрежь и убери отряд. Вам согласовали на вас сильное альтернативное место? Переехать что-то. Рядышком, да? Вблизи. Непосредственно вблизи. Но мне придется ворушить весят. Конкретно вопрос по Кирову. Какое место альтернативное предложение? Крепно по вам я сказала, что у вас есть место, которое вы мне предоставите посмотреть. Мы с вами вне республики, на меня было шоу. Ну, как я понимаю, по Кирову, по Кирову, то есть нет лидеров. Нам выслали просто уведомление о том, что то есть договор прекращился. И все. Никаких встреч по этому объекту, никаких переговоров по этому объекту. Ничего не было. Также нам... Мы не обещаем звонить, нам просто включают электроэнергию и ведется. Да, и все. И об этом мы узнаем просто вечером, в пятницу. Это самый лучший такой. А люди придут за хлебом, за молоком, за всем. Я вообще не понимаю, как это может быть. И в данной ситуации закрытие объекта это потеря не только рабочих мест для продавцов, да, два продавца. Это, то есть волновой эффект, что на производстве сократится еще два-три рабочих мест. А если то есть у нас три объекта закрываются, это значит шесть продавцов потеряет место и примерно то есть 9-10 человек присутствуют обеспечения. Уважаемая администрация, мы действительно должны сказать из того, что мы не можем себе позволить ни один бизнес вообще закрыть. Вот ни один, мы должны максимально принять. Какие решения энергетика проявить для того, чтобы мы сохраним как прочие места. мы сейчас все понимаем в какой ситуации мы находимся и собственно говоря этот плацент транслируется до самого вверху. Мы не можем себе это позволить, мы не сможем просто объяснить как так пользоваться для благоустройства, да, но нужно совместить баланс. Необходимо найти эти точки соприкосновения. Мы вот сейчас проехали, мы видели у вас совершенно хорошее решение, где вы видимо проработали ситуацию Кравченко, улица Кравченко. Вы проработали ситуацию с предпринимателями, ни в едином комплексе, павильоны сохранены, прекрасно выглядят. Я предполагаю, что, наверное, это было сделано не так давно и тоже в целях. Ну, нашли же эти решения. Мы счастливы. Мы сегодня обсуждаем опять частные случаи конкретно каждого. С каждым из вас, кто озвучивает эту проблему, вы ее озвучивали уже на протяжении 10-15 встреч, может, я маленько утребую. Но, тем не менее, с каждым из вас ведется диалог, где мы именно с вами ищем с каждым отдельно компромисс. И мы уже десятый раз возвращаемся к одному и тому. Мы с вами лично обсуждали тему, что вы готовы помочь вам материально. Нет, просто нет. Здесь принимайтесь. Где-нибудь когда вы 5 встреч провели? Нет. На одном месте не предложено. А с гражданской моратории на слов. А там есть а то, что предложили в республику 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 Согласование есть? Здесь начинаешь ставить объект любой веры, веру в очередь предложил администрацию в республику. Пошли, мы предприниматели. Мы договаривали, что мы не превращаем в республику. Давайте по одному говорим. Каждый раз. Ну, давайте кинем. мы потом не можем. Будьте добры. Вот администрация все время винит нас во всех и так, что с нарушением с нарушением у нас все бумаги. Там и администрация подписалась изначально, когда построили павильон. Там и теплосети, и электросети везде. А почему? Почему? Тогда разрешали. Мы же туда деньги положили. Это просто так. И еще перенос. Пусть тогда администрация муниципалитет пусть возьмет себе все расходы. Пусть переносит. Ради Бога вообще. Это мы сами сделаем. Вот эти инженерные сети, которые мы заплатили. Вот эти электросети, которые мы согласились. Извините за беседу, что не по теме. Я была у Сергея Михайловича, разъяснила ситуацию, что у меня дома двое детей инвалидов у одного первая группа, у второго вторая группа. Пересаженный печень. Бывает каждый месяц я с этим ребенком лечу в Москве. Это у нас единственный поем. Извините меня. Накачи деньги. Я ребенка буду водить на лечение. И может бросать работу днями. Сидеть с первой группой инвалидов, который дома. Невес способный. Его не кормишь. Три дня он не будет взять кусок хлеба есть. Он должен подлогреть. на какие деньги я с ними буду содержать. Он единственный кормили с дома. Я ухаживаю за детьми инвалидами. Они вообще никого слышать не хотят. Никого. Никакой ситуации. Только закон и все. Ладно, закон. Почему изначально разрешение дать? Мы положили сюда дентик. Вы слышите? Отмена на это нет пока. Нет? Нет. Сергей Михайлович сказал, что я вам сожалею, но ничем помочь могу. Мне сложно комментировать те события, которые происходили 2-3 года назад, потому что я работаю полтора года. Хотя это не снимает с меня ответственности и, как сказать, ведение диалога о том, чтобы все-таки найти компромисс. Поэтому мне действительно сложно комментировать те вещи, под каким предлогом, каким образом мы получаем места на размещение этих объектов. Хотя сейчас я вижу, что многие из вас стоят с нарушением. Что касается вас, вы уже были на приеме, мы с вами беседовали, предлагали вам альтернативное место, говорили о том, что мы готовы помочь транспортным и техникам, но вы сказали в категоричной форме, что мы переносить павильон не будем. Коммуникации не перенесешь. Я еще раз говорю, мы начали разговор о том, что когда получаем места на разрешение временного объекта, вы должны подсознательно и всю жизнь понимать о том, что этот объект временный. В вашем понятии время не обнималось, что подушечка должна ходить, мы не должны получать первую благодарность. Я еще раз говорю с того, с чего я начал. На сегодня мы ведем работу именно с теми предпринимателями, объекты которых расположены в зоне комплексного благоустройства. Остальные стоят пока, до них не дошло время, по комплексному было благоустройство. В прошлом году, позапрошлом году было благоустройство на улице Кравченко. У меня стоял павильон 80 квадратов. Бизнес у нас Дюнер Васильевский, это тоже бренд, занимаемся мы этим производством уже 10 лет. Нам тоже давали павильоны и тот павильон, который стоял на улице в пятом микрооне около шестого дома, улица Кравченко, в связи с благоустройством был просто демонтирован. Хотя, ну, в то время мы уже повторный инсульт, и мы просто не имели возможности обратиться в суд или куда-то. Хотя было продление на три года. Нас демонтировали. На этом месте до сих пор не поставлена ни одна лавочка, ни один цветок, ни одна клумба, ни одно дерево. Нет павильона зарастает бурьяна. Понесны мы убытки, люди потеряли работу и такое благоустройство для чего он? Значит, просто так ваш павильон снести не могли, это однозначно. А как не могли? Я еще раз говорю, однозначно не могли снести, либо он стоял на сетях, либо он стоял на саларе, либо он стоял на газоне. Разрешите, я вопрос мне кратко задам. Меня зовут Вась Евгений Александрович, я снеситель председателя ГРУ Средомого предпринимательства. У меня вопрос такой вот в администрации. А вот мы благоустройство производим и предпринимательность носим, мы какой результат получаем? Вот что мы, когда у нас не будет рабочих мест каких-то, потому что вы же сами сказали, подождите, вы сами сказали, что спасутся не все, в начале, как я понял. Вот мне очень важно, мы дорогу расширяем для того, чтобы, не знаю, комплекс С-300 проходили быстро, для того, чтобы защитить нашу Родину. Или еще что-то. Какой результат вы хотите получить? Мы получаем благоустройство города, создание общественных пространств для отдыха и так далее. И приводим в соответствие с тем правилам, которые должны быть. А что здесь? Или вы хотите, чтобы мы вокруг павильонов город развивали? Или как вы? Я понял, что они мешают, допустим, если благоустрой на территории, допустим, павильон, то можно купить мороженое. Потому что мы в Красноярске столкнулись с чем? Ну, потом это немножко гаднулось, конечно, но столкнулись с тем, что когда летом ты идешь, лодыню или купить? Даже у нас чиновники высоковоставленные. Я вам могу сказать, что на сегодня торговых объектов в городе Альчинске существует же норматив определенный, да, тоже количество торговых объектов. В 2,3 раза превышает. Я еще раз говорю, мне сложно демонтировать, как сказать, по какому принципу выдавались разрешения на размещение. Сложно сказать. Хотя, я еще раз говорю, я себя и меня не снимаю и готов вести абсолютно здравый диалог. Мне кажется, что мы важное слышим, что демонстрация готова. Кажем продолжать диалог. И это важно, и это мы тоже сейчас дефиксируем и попробуем потом получить. ответы на ответы. Мы, давайте, вы же высказались уже, еще девушка у нас давно хочет высказаться. Если что-то новое. Да, я, ну, я сейчас свой объект тоже объясню. Сначала я отойду маленькую тему. Я вчера буквально получила ответ от администрации. Я подавала заявление о том, что 353 указ введен, что указ губернатора Красноярского края есть о сохранении павильонов, о продлении. Вот, что мы озвучили ранее. Я не буду так долго разговаривать. И последняя строчка, конечно, меня убила. Фактическая обеспеченность населения города Ачинска, площади торговых объектов, превышает норматив минимальной обеспеченности более двух раз. Хорошо. Для чего вы тогда вы даете дальше разрешение на установку павильонов, если у нас так перенасыщенность? Для чего вы строите торговые центры, в которых облачивается население больше, чем в городе? Для чего давая разрешение вот, например, на пятом районе АГЗД два раза вы давали разрешение на три месяца, то есть заставляя обшивать эти павильоны, на третье разрешение вы дали отказ. Для чего это все делается? Это вопрос или это рассуждение? Это риторический вопрос. Я так тоже думаю, что здесь нет смысла даже по тому же своего павильона. Меня обманным путем вообще в администрации города Дачинска. Уже у меня есть судебная на демонтаж, то есть я с ними эволюю уже с августа месяца 21-го года. В мае 21-го года товарищ мочитель Сергей Михайлович вызвал нас всех по благоустройству Министерства Берхова на разговор в администрации. То есть кто готов делать преображение, то есть участвовать в благоустройстве, те, значит, остаются, будет с архитектурой традиционная работа. По внешнему виду. Да, по внешнему виду. Все. Кто не готов, те сами собирает монахки до свидания. Все, все поняли, все согласились, все, все подали также заявление на продление, мне пришел отказ. есть секретарь комиссии Балагина, Наталья, не помню, Николаевна, да, значит, после очередного комиссии меня, значит, заявляют, у вас задолженность по налогам мы не можем вам обобрить. Я говорю, хорошо, какая задолженность? Я в налоговую, 46 копейки должность по налогам. Какие-то старые, хорошо, я оплатила, подаю заново заявление, она сказала, подавайте заново, подаю заново, у меня противопожарный разрыв, получается, администрация не выдает 8 метров, не меньше 8 метров, я подаю в МЧС, поехала в МЧС, написала в прокуратуру, вот у меня есть письмо с МЧС, что пожарный разрез должен составлять 6 метров, я подаю заново заявление, то есть уже какой раз, да, значит, мне по лагину звонят также по телефону, никаких противописаний администрации не дают никому, можете с каждым прористетов, только по телефону, от отведения павильона 20 сантиметров, 7 метров 80 сантиметров у меня от дома, только не от дома, а там фасад пекарни у нас, к моему павильону идет, вот здесь вот, от отведения на 20 сантиметров павильон, хорошо, я пошла на встречу администрации, я от отведу павильон, подаю данное заявление, ответ Андреяновой, вот у меня есть, и она мне пишет, вам отказано по причине самовольной установки, я опять в администрацию, вот к Сергею Мучитину я пришла на прием, я говорю, как это так, я говорю, по администрации, мне сама, ну ладно, по телефону, моя вина, конечно, не взяла бумагу, но они не выдают никакого предписания, на устранение, перечень, какая-то, и все, короче, ладно, все, проехали, она мне, значит, выдает, что самовольная установка, все, я в прокуратуру, прокуратура, значит, со мной за ручку, пойдемте в администрацию, напишем заявление на вновь установку объектов, я говорю, хорошо, напишем, все, мы подаем на вновь установку объектов, и мне, значит, в декабре месяце, с августа, дотянули до декабря месяца, переносили комиссии, мне уже обрубили электроэнергию, так как я не работала, уже ничего, и в декабре месяце мне выдают, значит, тоже очередной отказ, что и охранная зона, и самовольная установка, и насчитали мне вот с августа месяца по декабрь, у них, что он там стоит, аренду земли, вот понимаете, 55 причин, лишь бы сместить, ни на какое дело луком промежуне не идут, то есть, ничего, предложили мне, да, предложили мне компенсационное место, с прокуратуры за ручку опять же, никому они не предлагают, больше. А устно предложили? Предложили устно, но я с прокуратуры пошла за ручку по лагиной, виталии, из Николаевны, Николаевны, да, мне предложили три места, два, конечно, в поле, одно мне более-менее устроило. Все, вот они мне выдали, значит, листок отставаний, а, листок отставаний, не заменяет, потрясающе, молодцы, очень хорошо работает, вот мне, значит, выдали, где место, но это была зима, и, как бы, рассмотреть и перенос, сами понимаете, невозможно. Все растаяло, сейчас мы буквально, ну, вот как, возможность появилась его перенести туда, мы обследовали территорию, то есть, это там же Новопенково, только чуть подальше, возле кафе. Так, там места вообще нет, во-первых, посередине участка идет тротуар, сзади идут деревья, и теплосети уже, не как у меня, просто колодец, рядышком, вот здесь вот, находится, а сверху вот эти вот теплосети, большие трубы, то есть, там подъездных путей вообще нет, и, то есть, если будет какой-то ремонт, можно охрану на зону, получается, да, а правая зона там, что сто процентов, и будет какой-то ремонт, то есть, у меня вопросу скажет, собирай, потому что будет там ремонт, а подъехать туда невозможно вообще никак, поставить его вообще туда невозможно, потому что там нет места просто для него, мне повелел, пять за шесть, мы летом прокат самокатов организуем для детей, там у нас парк рядом, а зимой мы сами выращиваем тюльпаны, продаем, 8 марта, и вот, тоже можно сказать производителей, и ни вклад в администрацию никак не идет на встречу, на прием мне сказали, вот, в канцелярии меняет, Сергей Михайлович, мне записывать, по горячей линии, по телефону не соединять, потому что вся с вами не с вами не с вами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще раз? Еще раз? АПЛОДИСМЕНТЫ ПОПЛОДИСМЕНТЫ ПОПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, прошлым летом проходила благостройство, да, по улице Лапенкова и Кравченко. Да. А нас, администрация неоднократно вызвала, получается, в администрацию, то есть, к предпринимателям общая, потому что наш подъем же по дизайну старелый, получается, если нужна фасада поменять, так далее, так далее, там, циклоганну, там, рекламу, так. Мы пошли навстречу. Получается, вот, даже на следующий день, например, это, где даже, и есть ли даже, по 600-700, даже вложили на павильон обшивки, потому что было озвучено композитным тарелем, обшивок, а композитным тарелем очень дорогостощим от этого получился. А сейчас этот павильон, который обшивались, они все находятся в охранную зону. Они все сейчас пролежат к демонтажу. Вам уже представили? Да, вот, есть монтаж. Да, есть монтаж. Вот это же не... Это на основании представления прокуратуры провела проверку на, пожалуй, одного из предпринимателей о том, что ряд павильонов... Почему? Потому что я в маленьких отступлюсь. Да, в Апинково, когда благоустраивали, проверяли только нарушения противопожарных и гоников видимости, не проверяли закон о размещении на отношении сетей. Вот правильно, да? Почему сейчас стали это делать? Потому что вот попали в ситуацию, когда они находятся, данных о нарушении у нас никаких не было. Правда, еще общиться мы не успели, слава богу, только, как говорили, закупили там. Но, пожалуй, одной из предпринимателей прокуратура была проведена проверка, в рядах павильонов, в том числе, вот, Ниня Васильевна туда попал, в эту проверку прокуратуры, и было вынесено представление о наказании виновных лиц, которые дали разрешение на размещение этих павильонов с нарушением, и о ремонтаже данных павильонов. Поэтому, какие нарушения на сетях? Ну, независимое расположение вот, как будто на сетях располагаются, по-другому. Ну, я не обращаюсь. Сейчас, сейчас, просто перебили, просто перебили, просто подниматься. Я так понимаю, у нас, вот, мы, сюда, вот, мы общались с собственниками жилей сентября. непосредственно, да? То есть, у них к нам пришли абсолютно по-другому. Собственникам, с вами образование города? Ну, мы обращаем теплосит, тогда, метод к нам вообще претензий. У всех есть согласование? Есть согласование, да. Работает такой визу, то есть согласование владельцев сетей, да, по решению оборудованиях. Да. Согласие находятся в аренде, в аренде, пока находятся в аренде, у нас тут дело вопросов КРС, и в аренду передано в целях обслуживаниях. Город не может находиться без обслуживания. Теплосит. Также в Красноярске у всех города это то же самое. Если есть согласование, вот это понятие, если есть согласование, у нас, понимаете, у нас много ситуации, когда есть согласование, начинают разбираться, оказывается, не совсем согласование. Как вы решили, то есть согласование, сомнение, сомнение, все такие мы собираем, передаем, и говорим, проведите, пожалуйста, проверку. Если с точки зрения теплоситита здесь за употребление, это же тоже коммерческая организация? Нет, вы просто понимаете, мы, мне кажется, сушляры с администрацией, получается, подавали харатайцев, да, то есть, нормативный акт, ну, как раз, на нас подременение, да, образом говорят? Город на ваш, то, или, вы уже с вами обсуждали, на сетях. Не на сетях, но это понятно, но на охранную зону находятся, да. Но на сетях. Мы же, мы же, сколько раз предлагали, о том, что применить, тут примечательные, которые в Красноярске применили, и все павелли на охранную зону, которые находятся, они сохранили свои места, получается. И при этом, вот просто образом говорят, люди просто, по вашему образу говорят, распоряжение, да, по указанию администрации, везде вложили пучи денег, обшили павелем, получать, правильно же, нет? Поэтому мы сейчас, и сейчас, получается, получать вот такие письма, а в том, что, прождение не будет. И как нам будет? Именно по этой причине, в настоящий момент, улица Дерева, улица Крекирова, мы проверяем абсолютно все требования в госток, все требования в законодательстве, чтобы больше подобного не повторялось. А хорошо, а то, что прошлый летом повторялся, что там делать, тогда получается? Мы закупили материал, мы взяли общую павелем, потратили к очереди, а кто нам вернет эту сумму денег? Мы вам сняли, я говорю, ради бога, подавайте в суд, если вы считаете, что вы в победе не нашли, вы в победе. Это разве, это разве? Мне кажется, что это неконструктивное сейчас, с того, со стороны администрации. Смотрите, очень сложно предпринимателю всегда идти против государственной машины, против чиновников. Мы, мы сами чиновники, всегда мы найдем возможности каким-то образом найти нарушения и так далее, и довести до той точки, которую мы имеем, до той цели, которую мы преследуем. Но есть ощущение, что специально тоже, потому что мы, если мы в прошлом году согласовали, почему в этом году мы решили максимально изучить все законодательство для того, чтобы всех снесли. нужно так сказать. Я сказала то, что мы, когда делали такой слой, слова, мы проверяли только отношения противопозорных гостов автомобильной дороги. Потом предпропоратура нам прислала представление и сказала, ряд павильонов находится на инженерных сетях либо в охранной зоне сети, что является нарушением людей. Согласование владельцев инженерных сетей все-таки позволяет продлить в охранной зоне в охранной зоне в охранной зоне Вопрос к прокуратуре. Согласование владельцев сетей в охранной зоне в охранной зоне. Представление мы от них обучились о нарушении и установке. Давайте мы это тоже уточним, потому что Вячеслав Иванович, в городе Красноярске, давайте я тогда Вячеславу Ивановичу дам слово, и потом мы подытожим.